С вами канал Азбука Радиосхем и сегодня я расскажу как я проверяю полевые транзисторы. Вы меня уже давно об этом спрашиваете, я даже на своем сайте разместил статью по этому поводу, но статья есть статья, а если показать видео и рассказать, я думаю это будет лучше. Итак, сегодня наш подопытный это полевой транзистор 2N7000. Не смотрите, что он маленький, вот допустим большой полевик, но этот маленький, такой же по своему схемному обозначению. И по функционалу, конечно, токи там поменьше и напряжение, но он ничем не отличается в остальном от больших транзисторов, я имею ввиду в смысле проверки. И покажу я как это все делать на вот этом маленьком транзисторе. Чтобы научиться проверять эти транзисторы, нам даже лучше, когда он такой маленький, не будет прыгать по столу, когда от него касаться щупами. Так он стоит в панельке, я спокойно смогу подключать сюда наши щупы. Вот его схемное обозначение, он также как и большие транзисторы имеет встроенный диод и три вывода. Сток и сток и затвор. Еще маленькая поправка. Бывают такие же транзисторы, но встречаются более редко, когда здесь диода нет. И прежде чем мы начнем его проверять, я рекомендую сначала хотя бы вкратце разобраться, как устроен и как действует транзистор. Чтобы мы замеры делали не бессмысленные, а понимали, что мы меряем и что за что должно отвечать. Некоторые называют такие транзисторы MOP транзисторы, некоторые MOSFET. В чем же их разница? Вообще они отличаются или нет? Сразу скажу, что нет. Просто MOSFET это международное название MOP транзистора. И чтобы легче было понять, я бы разбил эти транзисторы на две больших подгруппы. Это со встроенным каналом и с индуцированным каналом. И также каждую из этих групп я разбил бы еще на две подгруппы. По N типу канала и по P типу канала. Это что-то типа по принципу как у биполярных транзисторов. Так же самое PNP и NPN. Там две группы. А здесь получается четыре группы. Сначала давайте определимся, в чем разница между группами встроенный канал и индуцированный канал. Более популярная группа это индуцированный канал. Вот на примере вот этого транзистора, который у меня здесь вставлен в макетную плату и его обозначение. Это индуцированный N канал. Так же самое вот транзистор этой же группы. Главное отличие транзисторов со встроенным каналом это то, что если у них не приложен на затвор никакой потенциал, то канал у них является открытым. Через него протекает спокойно ток. И чтобы его закрыть, нужно приложить определенные полярности, которые как раз и зависят от канала напряжения. Тогда транзистор закрывается. Покуда там есть напряжение, транзистор будет закрыт. Как только напряжение уменьшается до нуля, канал открывается. Это встроенный канал. Вот этот у нас это индуцированный канал. Он полностью противоположность встроенному каналу. Он когда не приложено напряжение на затвор, находится в закрытом состоянии. И чтобы он открылся, на него нужно наоборот приложить напряжение. Чтобы было легче понять, давайте представим мост. Когда у нас канал встроенный, то у нас получается мост все время открыт. И чтобы нам его преградить движение по этому мосту, нужно приложить какие-то усилия к нашему затвору, к нашей двери, которая перекроет движение по мосту. Индуцированный канал, все наоборот. Мост все время находится в закрытом состоянии. И чтобы началось по нем движение, нужно наоборот приложить усилия к нашему затвору, чтобы открыть эти ворота. А теперь в чем же отличие N-канал и P-канал. Здесь просто разница в том, что в канале является носителем. Дырки или электроны. Это уже как бы больше относится к тому, какое мы напряжение, куда прикладываем. Где плюс, где минус. Более популярные транзисторы это N-канальные. Вот как обозначены на схеме. P-канальные. Будет все наоборот. Стрелочки стоять в обратную сторону. Вот эта стрелочка. И диод будет развернут в обратную сторону. И теперь, как мы должны проверять наш транзистор. Мы сразу видим, что там присутствует диод. И если наш транзистор рабочий, он должен всегда прозваниваться. Как прозванивать диоды, мы уже знаем. Мы это еще научились проверять, когда изучали биполярные транзисторы. Затвор у этих транзисторов изолирован. И поэтому он не должен прозваниваться ни в одну, ни в другую сторону. А вот между стоком и истоком, в зависимости от направления, куда включен диод, мы должны его увидеть на приборе. Включаем прибор на прозвонку диодов. И начинаем замерять. У этого транзистора левый вывод это исток, центральный затвор, правый сток. И вот теперь давайте померяем между двумя крайними выводами. Итак, у нас минус на истоке, а плюс на стоке. И прибор показывает бесконечность. Давайте поменяем местами. И что мы видим? 0,637 тысячных. Это то напряжение, которое на ПН-переходе нашего диода. Все нормально. Диод прозванивается в одну сторону бесконечность, в другую сторону он показывает падение напряжения. Теперь давайте попробуем подключить плюс к затвору. К центральному выводу. Это у нас центральный, хотя в этого транзистора там уже будет по-другому. Подключили плюс к центральному, к затвору. Минус к истоку. Показывает бесконечность. Минус к стоку. Тоже бесконечность. Меняем местами. В одну сторону бесконечность и в другую сторону бесконечность. Проверили. Затвор у нас так и должен быть. Он изолирован. Ни в какую сторону, ни с какими выводами он не взаимодействует. Так же само все правильно. Теперь мы должны проверить, открывается наш транзистор или нет. Как это сделать? Если вы помните, то что биполярный транзистор, он открывается током. Но полевой транзистор не может действовать по такому же принципу, так как у него изолирован затвор. Поэтому ток здесь не может течь ни в какую сторону. Значит он может управляться только напряжением. То есть зарядом. По принципу конденсатора. И давайте еще раз подключим, когда на стоке у нас минус. На стоке плюс. Вот показывает бесконечность. Наш канал, как я рассказывал в начале, это индуцированный N-канал. Он в начальном состоянии закрыт. Чтобы его открыть, нужно на затвор подать какое-то напряжение. Давайте попробуем подадим нашим измерительным приборам это напряжение. И я беру красный плюс. Переключаю на какое-то время на наш затвор. Он так и показывает бесконечность. Я вынимаю. Но теперь, если я переключу назад на сток, мы увидим, что канал наш открылся. Запищал в прибор. Показывает замыкание. И сопротивление нашего открытого канала 4,5 Ом. И некоторые типы транзисторов могут находиться в таком открытом состоянии довольно долго, покуда во них держится этот заряд на ихнем затворе. Чтобы его убрать, я должен замкнуть затвор и исток. Я замкнул, разрядил наш конденсатор и наш канал опять закрылся. Транзистор находится в закрытом состоянии. Давайте еще раз я его открою. Кратковременно коснулся. Вот он открытый. Теперь давайте я попробую поменять местами. Плюс с минусом. Как помните, раньше он показывал там диод. Но теперь наш диод закорочен нашим каналом, открытым каналом. Получается, транзистор этот теперь может проводить ток и в одном направлении, и в другом. А если бы перед нами лежал транзистор N-канальный, но со встроенным каналом, то было бы все наоборот. Когда мы не подавали бы заряд на наш затвор, транзистор бы проводил от истока к стоку. И когда мы подали заряд, он бы наоборот закрылся. Но теперь еще давайте на практике, чем же будет отличаться N-канал от P. Это у нас N-канал. Мы на исток подаем минус, на сток плюс, а на затвор, чтобы его открыть, нам нужно подать положительный заряд. Если бы это был P-канальный транзистор, то нужно все да наоборот. На исток плюс, на сток минус, на затвор тоже минус. Все очень просто. Надеюсь, что с прозвонкой транзисторов мы теперь уже окончательно разобрались. Если у вас еще какие-то вопросы по этому поводу возникают, пишите ниже под видео. На этом я буду видео заканчивать. Если видео понравилось, поставьте лайк. Не забудьте поделиться видео и подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И всем пока!